У собачек крупных пород за счет неправильной нагрузки в суставе происходят такие микротрещины, и вот этот кусочек у нас отваливается потихонечку. Клинически это проявляется тем, что собачка постоянно хромает, у нее постоянно болит локоть, есть стартовая хромота, то есть собачка спала, встала, похромала, а потом расходилась. Если сравнивать с людьми, то примерно то же самое, если мы в ботинок все камни кинем, мы будем постоянно с ним ходить. Постоянно будет болеть и не перестанет, пока мы этот камушек не достанем. В группу рисков относятся у нас лабораторы, болгаритрейеры. Эти признаки, как я и говорил, это либо острая, либо хроническая хромота, может развиваться мышечная атрофия, собачка уже давно не пользуется, лапка хромает, мышц становится меньше, и это тоже будет усугублять хромоту в дальнейшем. Ну и на приеме, на смотре можно выявить боль отек в локтевом суставе. Обычно детей собачек не дают утронуться до локтя, не дают никак его не согнуть, не повернуть, и начинают пищать, когда что-то с ним сделать. Диагностика заключается, конечно же, в осмотре, в рентгене. Мой оптимальный вариант – это артероскопия, потому что рентген примерно процентов на 60 информативен в этой проблеме. Этот кусочек мы никогда не увидим. Компьютерная томография хорошие результаты дает, но артероскопия в этом плане лучше, потому что если мы делаем артероскопию или камеру в полость сустава, нашли этот кусочек и сразу его можно уже удалить. То есть два раза мы придем собачку на руку сгрузить. А лечение? Как вы представляете? Как вы представляете?